мне сказали, что у меня губы красивые губы не очень, но цвет классный я наконец-то нашла свою помаду она валяла в сумке а я сумкой пришла я вот таксистую сумку забыла я сумкой пришла я как обычно я была без настроения когда ты пришла, я даже не заметила, с чем ты пришла знаешь, вот кто-то написал, что говно полное я не поняла, то ли помада говно, то ли я говно нет, нет, нет хорошая, да? осенняя, зимняя такая я люблю такие оттенки она вообще, в принципе, отбежающая ты кто? я Ленка, потому что меня не знают убираем мои когти я увидела классный маникюр правда он был в этих как это называется нет лаки там какие вот матовые, матовые лаки окрасы но я не люблю матовые так что будем делать глянец но я покажу вам, что получится я ценю естественную красоту я тоже ценю естественную красоту именно поэтому я естественная у меня опять не ловит от себя здесь интернет потом покажешь маникюр? конечно, я сразу вам покажу выставлю какой он мне сейчас у меня был френч ну я его уже вам показывала сто миллионов раз ты где? я приехала к своей Ленке Ленке именно настроение не очень и у нее не очень так что мы будем сейчас друг другу помогать а дочке привет о, меня смотрит София София, привет ну-ка, а давай этот прямой эфир, милет сейчас ай, как же это сделать а, во, выйти в прямой эфир сейчас будем разговаривать с моим ребенком губы особенно что особенно? ой, София! ой! что? что ты делаешь? да смотри а что ты кушаешь что ты огурчик кушаешь блин я тоже хочу огурчик а также привет ой алина привет если можно было бы прямой эфир с вами со всеми я сделала так вот видно так меня на вид на каком мультике ты была расскажи маме интересно мультик а мама вчера ходила на фильмы на такой плохой дочь вообще так неинтересно было почему тебя не взяла потому что ты в калининграде я в москве из-за этого мы с тобой договорились я прилечу и мы сразу пойдем с тобой тусить на батуты почему ты сидишь с тобой на батуты батуты да а где мы катались мы просто не знаем куда вот это стеклянный лабиринт что? стеклянный лабиринт Юлия что она говорит? стеклянный лабиринт мы ходили туда а лабиринт ты расскажи как там в лабиринте интересно было? да я там чуть не обошлась смеха я знаю что мама ну ты там где на саботе я забыл где выход да? ты не поняла где выход? я выход забудел ты там? да а с мамой пойдешь в лабиринт? да 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 дочь а на кого ты похожа на маму или на папу здесь люди спрашивают? на маму на маму? да мама у тебя самая самая лучшая да? нам собираться надо нам собираться надо мы все пошли а ну пошли ну все целую дочь я тебя люблю я тебя вам все давай все давай пока дочь вот так вот пообщались значит с ребенком а а Бози почему твоя крошка похожа на меня? я не поняла смысле на тебя а я его ударила сильно вот все вот хорошую мастер всегда увидит косяк Вот сразу увидела, что у меня лбит палец. С ногтей все нормально, с пути было не очень. А, с пути было не очень, а с ногтей все хорошо. А почему ты не с дочкой? Ну, потому что я приехала в Москву по делам по работе, а дочь дома. Это нормально, ребят. Ты очень классная и замечательная мама. Спасибо большое. Ты делаешь маникюр? Да, я делаю маникюр. Делай мне моя Леночка, которую я вообще не изменяю. У меня такой верхом голове. У тебя? Посмотри на меня. А, она откручивается, да? Я вся белая. Как бы такой стройной, есть секрет. На самом деле я не совсем стройная. И сегодня я делаю джинсы. И как в предыдущие джинсы, я увидела, что они начинают трещать на меня. Я сейчас придерживаюсь, стараюсь, если честно. Не придерживаюсь, но стараюсь, правильного питания. И еще я начала заниматься спортом. Но это было один раз. Это было один раз, но это было 25 минут. Серьезно, 25 минут у меня. Так что, это, тихо. Я стараюсь, по крайней мере. Ну, стройность, это тоже понятие растяжины еще зависит от того, от гены. Ну да. Ну да, нет, 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 нет. Почему ребенок так плохо говорит? Ну, потому что, мне кажется, многие дети плохо разговаривают. Это не значит, что ей не 10 лет, чтобы она разговаривала нормально. Даже я иной раз, мне 28 лет, разговариваю не очень хорошо. Особенно в 5 утра. Особенно в 5 утра, да. Ты довольна своим носиком сейчас? После ринопластики все хорошо? Да, я довольна абсолютно. Я довольна своим носом, я довольна своей ринопластикой. Сейчас я вас вытру вот так. Сделано все идеально. Мой нос дышит, а это самое главное. Сколько лет дочери? Дочке 5 лет. Всего лишь 5 лет. Привет из Ижевска. Привет, Ижевск. Саша, сколько лет твоей дочурке? Ну я же только сказала. 5 лет моей дочери, голова большая для этого телосложения. Слышите, голова большая, значит мозги там есть. Так что, хорошо, что она большая. Почему она большая? Это, я сейчас уже думала, это противоположная? Да. Нет. Лена, скажи мне честно. Обещаю, я вообще не знаю. Дай посадить в камеру. А знаешь, может быть, из-за того, что черное уменьшает, шея у тебя типа длинная, я не знаю. Только она у меня и так длинная. Ребята, у меня ничего с башкой, она реально большая. Я сейчас заплачу, блин. Я уже плачу. Я плачу. Почему вы мне пытаетесь внушить комплексы? Краснодарский край. Привет, красивая. И дочь вся в маму. Да, на самом деле. Мои гены очень сильные, и они побеждают. Так что, точка действительно похожа на меня и характера. Не похожа на тебя. Я сказала. Похожа на папу. Ну то, что она красотка, это, конечно, правда. Нормальная голова, говорят. Ну, конечно, нормально. Я не знаю, может, пошутили. Может, человек пошутил просто. Ну ладно. С Крадковым мы разругались. Причем в хлам. Служим. И вся. Так, что ли, как разругались? Ну, вот так вот разругались. Он недоволен моим инстаграмом. Как и многие, кто меня окружает. Передай привет Норильску. Норильск, привет. Возле чего в Москве делаешь? Ногти. Ну, ногти приехала. Что? Я приехала к своему любимому и на ногти. Так. Привет, Изоларска. Привет. У тебя все нормально? Не слушай никого. Да, конечно, я знаю, что у меня все нормально, и я никого, в принципе, не слушаю. Это так. Да, это так. Игра. Как относишься к нарощенным голосам? Ну, на самом деле отношусь нормально, если это качественные волосы и хорошее наращивание. А когда есть видны переходы и стрёмные волосы, такие как в мочалке, то не очень хорошо отношусь. Извините, пропустила. Извиняю. Вот. Привет из Днепра. Чего ты? Днепр, привет. Как относишься к родевым играм? Ну, когда я была на Доме-2, я участвовала в актерском мастерстве, у меня неплохо получалось, так что... Но люблю главные роли. Вот. С Должанским встречаешься, я видел... С Должанским сейчас встречаю. Да, конечно, с Должанским. Я просто помню, когда я захожу в админку, и там, ну, есть отдельные комнаты для прихожан, ну, кто приходит новенький на проект. Я открываю просто дверь, а там валяется в своей древодне Должанский, и просто синего цвета. Я затаила у себя дыхание, ну, посмотреть, вообще жив он или не жив. Так и не поняла. Бегу в админскую, ору админ, и, блин, там Должанский дохнет. Они говорят, да нет, Саша, все нормально, скоро уже едет, он пережрал. Для меня это, конечно, была шоковая ситуация. Я никогда, ну, в принципе, не видела людей в таком, как это, в запое, да, правильно? А это страшно. Вот. Привет, привет, привет. Фу-шу-шу. Очень сильно хочу худеть. Слушай, ну, если ты очень сильно хочешь худеть, для начала тебе надо проработать свое питание ежедневное, потом тебе надо обязательно заниматься спортом. я сейчас занимаюсь с девочкой, но мне не надо каждый день заниматься спортом, потому что... А так, а так... А так надо надо мной. Нет, на самом деле, мне не надо заниматься ежедневным спортом, потому что я... Потому что я лентяй. Потому что я лентяй. Вот. Да нет, потому что ногти у меня спилены уже. Кстати, вот мои ногти, моя длина. Но я ее всегда убираю, я не люблю длинные ногти, мне с ними неудобно. Почему мне не надо каждый день заниматься спортом? Потому что я не стремлюсь похудеть, а я хочу лишь подтянуть фигуру, чтобы она была такая более... еще более спортивная. Вот. И мышцы немножко набрали округлости, потому что это все как-то не очень красиво. Скоро поделюсь с вами ссылками, и вы можете обратиться также к моему тренеру, ее зовут Оля, и она вам также расскажет ваши питания и расскажет про тренировки. Также она ведет онлайки, 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 онлайн-тренировки. Иди к дочу, вот еще 200 сейчас пройду, Бузова этот парень шел там, как его зовут? 300 километров, а я 1200 пройду. А там, помнишь, замуж от Бузовой, и они теперь сказали, что он 300 километров прошел, подранный пришел, парень вообще такой, знаешь, уставший, а она его отшила. Вот понимаешь, как? Ты супер, спасибо. Давайте я вам покажу, что мы делаем. Можно, да? Ленка отпиливает мои пальцы теперь. Согласись, плава будет маникюр? Первый раз я пришла, первый раз я пришла с классным маникюром клеене, с дизайном, с маникюром, с дизайном. Саш, что за помада? Блин, держат, сумка там у меня висит в прихожей, так что, чуть-чуть попозже я вам обязательно покажу ее. Это помада или блеск, который застывает? В смысле, блеск, который застывает? Ну, это жидкая помада, которая застывает. Нет, это помада, это помада, да, это помада. Обязательно покажу. Байда, привет! Кто сказал, что я не люблю Бузову? Я очень сильно люблю Бузову, просто. У нее одни разговоры про Бузову. Да, просто везде одни разговоры про Бузову и невозможно не любить. Общаешься с Ирой из дома 2? Мы с ней переписывались, совсем недавно был у нее скандал и драка с этой, как там, короче, с какой-то телкой и мне это настолько не понравилось, что я даже выставила сториз, на что Ира написала спасибо и поддержку, я ей тоже написала там несколько предложений и на этом все. Так, чтобы я с кем-то общалась из дома 2, таких людей единицы, это Юлия Ефременко. Сань, ты с Ебаровым общаешься? Мне Ебаров зазнался и Ебаров со мной не общается. А, со Стрункиной, да, общаюсь. Мы, кстати, вместе занимаемся спортом. Передавай привет Коле. Привет. А, да, Эндальцева. Эндальцева, точно. Вообще, я считаю, что когда девочка дерется, это очень красиво. Вот я против драк. Серьезно. А что? Я всегда защищалась. А ты не видела, что всегда на меня нападали? На меня вообще всегда нападают. Вот. Но я против драк, ребят. Сколько стоит маникюла для? Все вопросы ватсапе или вверх. Я вам скину всем прайс-лист. Видите, она настолько крутая, что она не разговаривает в моем эфире. Вот. Ну, на самом деле, да, как бы, она вам скинет прайс-лист. Ссылочку на нее скоро вы увидите у меня в сторисе. И Захар с ней дрался. С кем? А, с этой датью. Ну, когда мужчина бьет женщину, я вообще считаю, что это аморально, и мужчина сразу себя стирает как мужчину. Он становится телкой, которая опустилась, ниже плентуса. Это неравные мужчины абсолютно. Ну, конечно, неравные. И когда вот эти слабые мужики говорят, ты сама виновата, что я с тобой начал драться. Не, неправда. Мужчина изначально сильнее и духом, и физической силой. И он должен оценивать как бы вообще неравные вот эти вот грани. да? Привет из Дубая. Привет Дубая. Слушай, я давно не была в Дуба. Скулы подкалывала? Нет, никогда скулы не подкалывала. Губы ну да, уже практически мои. Спасибо карандашу, который их увеличивает. Вот. Я все доехать до Алимчика не могу. Вот я сегодня должна была быть у него, но я не успела. Саня, передай привет калашу. Калаш привет. Красивая. Спасибо. Помада класс. Да, хорошо, я вам помаду свою выставлю в сторис. Чуть-чуть попозже, когда делаю маникюр. Если увидишь, Оля Бузова передает меня привет, пожалуйста. Настя 43,9. Слушай, Бузова есть в инстаграме. Бузова как она там? 80 с чем-то. 80 с чем-то. Вот обязательно напиши ей сама обдирект. Саша, руку любимого хоть покажи, рада, что у тебя все хорошо. Так, как дела? Отлично. Сколько ты платишь? Плачу я что? Вся искусственная. В смысле вся? В смысле вся? Ногти-то свои, натуральные. В смысле вся? Без тебя скучно на доме два. Бывает. Харитонова бывает в Геленджике. А ты? У Сашки там родители, да, я не понимаю? У Саши там родители живут и Саше есть смысл туда ездить. У меня смысла нет туда ездить. Ждем твой магазин в Москве. Может быть. Когда я с временем пришла на проект, она всегда говорила, что вы с ней похожи по характеру. Что ты думаешь в этом поводу? Когда она пришла я перестала смотреть. Ну, в смысле не то, что вы... Нет, не из-за нее. понятно. Вы когда по уходили, я перестала смотреть. В чем заключается процесс введения натурировок в том, что тебя херачат лазером и идет ну, это как ожоги, наверное. Первые процедуры достаточно болезненные, потому что краска еще сидит глубокой и и ну, как слои краски еще вот почему я не мастер меня это спрашивают. Слои краски еще достаточно глубоко находятся, глубоко находится их много, а потом со временем где-то процедур третий, четвертый уже не так болезненно, терпимо, но при этом увеличивается сила лазера, ну, вот это вот тынь-тынь-тынь. С каждой процедурой? Да. Сколько вывести стоит оттон, но это все индивидуально. Ну, зависимо от девочки, от какого, по размеру татуировка. по размеру татуировка. Вот. Вот. Привет, Сашуль, привет, как похудела? Ребят, я и не худела, я всегда была дистрофика. Последнее последнее время я, наоборот, даже поправилась. Ты же занималась раньше окрашиванием волос, до сих пор это практикуешь? Слышите, да, я долгое время работала в этой сфере окрашивания, стрижки, прически, укладки и все в этом духе, но мне надоело. Во-вторых, у меня аллергия на волосы. Ну, какого-то, при стрижке, мелкие волосы, они же могут врастать, и вот это вот проблема. Классно выглядишь, спасибо, ты была ужасно на проекте, а здесь нрав. проект, да, мой образ не всем нравился, для этого и создаются на проекте образы, для того, чтобы создавался какой-то резонанс, какое-то обсуждение. Татуировку возможно полностью удалить? Да, возможно, на самом деле мой бантик, он с каждым месяцем все светлее и светлее, я этому очень рада, спасибо, Гриша. Скинь ссылку похудения. Девчата, у меня ее нету, я скину ссылку на своего тренера, на свою, да, на своего тренера, и она может вам все описать и рассказать. Где ты сейчас живешь? Я живу в Калининграде, но я очень часто нахожусь в Москве. Как найти Стрункину? Набирайте в поисковике Стрункина Оксаны, и она сразу упадает. С Настей общаетесь? Да, конечно. Брюнеты или Блонзины? Брюнеты. Конечно, брюнеты. Ты на правильном питании? Да, я стараюсь быть на правильном питании, Оля мне сказала, что мне можно сладкое только до 12, но перед выходом к Лене я съела кусок жирного шоколадного торта. Торта. Вот. Но она мне разрешила. если честно, очень честно всегда разговариваю, я сразу сказала, что от алкоголя я не откажусь и от сладкого тоже. Ты такая интеллектуальная, как ты могла драться на проекте? Ребят, когда на вас бежит туша, которая весит больше, чем вы сами, чем вы есть, там уже, знаете, ты не думаешь, что надо что-то ответить словесно, или, ну, обижать, это не моя схема, потому что приходилось отбиваться. Почему выбрала Дом-2, а не Каникулы в Мексике? Ну, потому что когда начались Каникулы в Мексике, я была замужем, и, в принципе, у меня были жизненные позиции немножко другие. А когда я развелась, как раз было уже Дом-2. Зачем ты изменила своей девушке? Леа, прости меня, я не знала, что мне это все вынесло, понимаешь, в моей фирме. Прости меня, пожалуйста, не бросай меня. Так, она разведена, да, я в разводе уже давно. Сейчас где работаешь? Сейчас я работаю у меня на своем магазине женской одежды. Кстати, последний пост можете почитать. Там очень такой гневный коммент нынешних дней и ссылочка на мой магазин. Почему у мастера на этой штуке, которая пыль зак... У мастера нет этой штуки. Во-первых, эта штука есть, и она недавно шумела, а сейчас мы уже обрабатываем ногти, так что эта штука не нужна. У тебя проблемная кожа? Да, у меня проблемная кожа. Вот, я постоянно то переедаю сладкое у меня начинаются какие-то, то прыщики, то какие-то пятна. Ну, короче, моя кожа реагирует абсолютно на все. и в свое время мне один из термотологов сказал, что мне надо жить где-то в теплых странах для того, чтобы все было хорошо. Но я когда улетаю куда-то отдыхать, я, во-первых, сразу становлюсь красивее, красивее, потому что я загорелая, а во-вторых, кожа чистая. Замуж не хочешь? Как ты думаешь, я хочу замуж? Смотрите в ее честные глаза. И ты слышишь, как на допросе, смотри, лампа такая. Скажи, я хочу? Скажи. Ну, да. А наши меди для лампы. Лен, здесь спрашивают, почему ногти у меня быстро отваливаются? Три праймера поменяла. А это мастер спрашивает? Это мастер спрашивает или что? Мы не поняли. Поподробнее. Какие твои любимые духи? Ну, сейчас у меня гучера, а еще вышел новый аромат кинзо, мне он очень понравился, но я его не могу найти. Он такой с листочками этот, как эти куршинки называются? Лотос. Вот какие-то, да, вот такой фиолетовый, розовый, локовый. Наверное, да, лотос. Вот только-только выше. Офигенный аромат, но я его не могу найти. Мастер начинающий. Значит, база такая. Бывает такое, что для каждого, ну, не прям для каждого клиента, крутая база, вот, определенному клиенту не подходит, неизвестно почему, такие вот составляющие. Вот, тогда смените базу. Либо плохо, бывает, что плохо обезжириваете просто, бафиком проходите. А еще, когда бафиком прошлись, нельзя ногти лапать пальцем, потому что на кончиках пальцев у нас у всех находится жировая прослойка. Если мы дотрагиваемся, притрагиваемся к ногтю, жировая прослойка прилипает к ногтю, и от этого база плохо держится, кстати. Поэтому опилили, и больше Ты всегда на меня орешь? Ну да, нельзя, вот, когда пилили ногти, больше нельзя притрагиваться. Вы лоби красотки, успех и счастье вам. Спасибо. Спасибо большое. Кто так много болтает? Это моя Леночка. Классные у тебя глаза. Ну, это, наверное, тебе сказали. Дочка знает алфавит? Нет. Саш, как пережить расставание с любимым? Найти нового любимого? Как еще пережить? Вот именно так. А если серьезно, то надо заняться собой, своими делами и своим духовным миром. И все. И тогда ты со временем поймешь, что твой любимый может быть и вообще не был твоим любимым. вернись на дом 2 позже. Скажи привет моей дочке Алине. Алина, привет. Сколько лет дочке? Пять. Красивая ты. Спасибо. Саша, у тебя самая лучшая и понимающая мамочка. Счастья, здоровья вам. Берегите ее. Береги ее. Да, на самом деле у меня мама вообще мировая, она реально клевая. И в плане, когда я была замужем, моя мама ни разу не устроила никаких там ситуаций, которые могли помешать моему браку. Она к моему бывшему мужу относилась наверное лучше, чем ко мне. Любила его и всегда защищала. Да и вообще, ну и Илья всегда говорила, что у него теща самая лучшая мировая. Во-вторых, моя мама всегда посоветует правильно. То есть независимо дочь, я ее не дочь, она смотрит в первую очередь со стороны на ситуацию и на людей. Так что да, мамочка моя лучшая. Какой косметикой пользуешься? Пользуюсь абсолютно разной косметикой. Есть дорогая косметика, есть недорогая косметика, даже есть дешевая косметика. Вот последний раз я купила карандаш за 150 рублей для ВУД. А в предыдущие разы я покупала такой же цвет, только другой фирмы за короче, около тысячи или тысячи с копейками. Ну, разница есть, да? Сашуль, ты ведь многое пережила, дай совет, как поверить в себя и забыть любимого. Слушайте, ну я уже сказала забывать любимого, во-вторых, мне кажется, что многие люди заблуждаются о своих чувствах и своих эмоциях и неправильно как бы, как это сказать, там, немногие еще могут отличить привычку. Да, многие не умеют, и я в том числе, понимать, привычка это или чувство. Вот, и как поверить в себя, да полюбить себя надо. Надо в первую очередь полюбить себя, занять себя чем-то, развивать свой духовный мир, потому что если ты живешь днем сурка и не думаешь, ну, у тебя нет никаких мыслей, кроме того, что у тебя, где-то, есть вот это дятел по дятел, вот, работа и жрачка, которую готовишь ты ему, то это очень плохо. Ты хорошо говоришь, ты мне очень нравишься, спасибо большое. Привет, как дела у тебя, чем занимаешься сейчас? Сейчас я делаю новое. телефон, так что скоро я отключусь. Тоже делаю ногти, сижу. Какой дизайн ты выбрала? Привет, из Молдовии. Кстати, дизайн, не будем озвучать, но сейчас это пик типа мода в одежде. То, что у нас на бедомянке. Заметила? Да! Да, кстати. Добрый фон его о тебе говорят. Я вчера видела и позавчера видела, и я не поняла, это пик много сейчас. Но, знаешь, есть дорогой вот этот рисунок, который красиво смотрится, а есть дешманский. Сделаем с тобой дешманский, Нет, делаем дорого все. Дорого и красиво. Как красиво. А я сама себе делаю ногти. Это тоже правильно. Хочу простой осенний однотонный. А я подумала о себе не совсем однотонный, не совсем осенний. Покажите, пожалуйста, потом из-за окна после маникюра Москву. Да, покажу Москву. Хорошо. Как попасть на Дом-2? Пройти кастинг? Привет из Тамбова. Тамбов, привет. Похорошила однозначно не то, что когда пришла девушка с ужасной челкой. Нет, ну, простите, во-первых, мода меняется, во-вторых, мы старше становимся и все намного лучше. Вы посмотрите свои фотки, все, которые там года 4-5 назад. Ты хочешь сказать, что у меня была офигенная челка? Ну, так я 4-5 лет назад тоже не круто выглядела, все мы, потому что раньше мода такая была. Ну, челка моя, это было кошмар. Я знаю, что челка, вы еще не видели мой паспорт. Привет из Приморья, Приморья, привет, Ульяна, привет, там Бове не было. Ты делаешь гель-лак или наращивание? Как мы это делаем? У нас свои ногти покрыты гелем для наращивания, но у нас не наращиванные. Вот. Что посоветую для похудения? Меньше жрать. Считаете ли вы себя нет, нечто необеспеченной, необеспеченной, нет. Ты мне нравишься за свою прямолинейность? Спасибо. Привет из Германии. Германия, привет. Иркутск с тобой? Yeah. Вы помирились с мужем? Нет. В тишине была? Нет. Только вчера смотрела свои древние челки, вот это ха-ха. Ну вот, видите, это реально урагонно было. а ты можешь встать мне зарядку, что-то у меня необычуство с телефона сейчас? Ну ладно. Ты зарядилась? Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, ладно? А, подожди, а как же мне это дамило? Конфетки поставлю, да, попробую? Ну, как-то так. не будем сходить. Что, это, хватит ли вам расходы на месяц? Ну, твой заработок, твой заработок. мои доходы, слушайте, ну, мне кажется, любой девушке не хватает денег никогда. удачи тебе и женского счастья желаю души. большое. Сколько трачу в месяц? Ой, ребят, я, ну, даже не знаю, никогда не считала. 2015 много, да? Это сколько? Нет, я трачу, как этот, сейчас депутат, 3500 в месяц на яду. Ты из Узбекистана, привет, Семпирополь. Привет, это моя бывшая родина из Украины. Вот, ясно? Привет. Привет, передай Приднестровью. Привет. Хотелось бы с тобой поболтать. Очень хорошо. А Троицк, о, Троицк, привет, я там жила какое-то время. А сколько я в Троицке прожила там? Наверное, полгода, полгода я прожила в Троицке. Саша, как выпасть на Дом-2? Я же уже сказала, что пройти кассе. Молодец, что разговариваешь просто. Окрепляешься немного, но это даже мило. А вот сегодня наткнулась на прямой эфир Страндрожвили, там такие огромные понты, аж противно было смотреть. Слушайте, ну, как бы, каждый разговаривает по-своему, мне иногда тоже пишут, что я там с понтами, хотя такого у меня нету. и я пару раз уходила на прямые эфиры Лизы, я не вижу там понтов, честно. Почему не отвечаешь? Отвечаю, смотри, какой золосинец уловский просто. Я опыта, сжедр. Да, я вижу. Выглядишь супер, спасибо. А ты в Москве живешь? Нет. Сань, как дурочка отнеслась к Росту? О, господи. Это Ализа Тарандануфишвили. Блин, я не могу выговорить ее фамилию. Саша, твоя самая дорогая вещь в жизни? Дочь. Хотя она не вещь. Она не вещь, но это самое дорогое, что у меня есть. Да нифига ты не отвечаешь. Ну, может быть, наберешь мне? Да, конечно. Саша, привет из Стре... Что на кассеньке там? Задают вопросы. Вот. Привет, господи. Привет. Курск. Привет. Новосибирск. Привет. Всем ребятам привет, короче. На дом 2 пойдешь? Ты шикарный, на этом все заканчивается. то есть он сказал, что я шикарный, но я тупая? Или что? Что это имеет? типа того, что ты шикарная. И как там пойдет? Лев, ты такая красивая, но такая тупая. Человек споет? Да. Планы на будущее. Не стройник, когда паунь, на будущее. потому что будущее неизведанно. Вот. Какой цвет глаз тебе нравится? Я люблю калии глаза. Вот. Так вот. Ты очень умная и образованная. Я не образованная и умная, но я прошаренная и хитрая и мудрая. спасибо маме. Я уже давно никого не любила. К сожалению, не пытаюсь людей любить меня в себя. Вот почему да, так? Ну, за исключением меня, да? Ну, да. Но любить хочется. Какой у меня айфон 8+. Если вы спросите, почему я еще не из как там макс, макс ли какой он там? Потому что мне не интересно погонят за телефонами. Этот работает и хорошо. Зачем прилетела в Москву маникюр сделать что ли? Да. Куда потом поеду? А, после маникюра куда потом поеду? Пока не знаю. Какое у тебя отчество? Андреевная. Ты где живешь? В Калининграде. Привет, привет, привет. Я хотела бы с тобой подружить. Давай дружить. Привет. Твои губки практически. Ладно, ребят, все. На видео мне разговаривают, может посмотрим какой-нибудь ялочек. Кстати, классный сериал какой-то нашел сын. Это было как что-то мне запахивает, что-то попало в рисунку, да, в карту? Привет, привет, бракки я сделала у Насти тату майкап, как-то так называется. Я плохо у меня все с названиями, с семенами. У меня микроблейзинг. Я хочу дружить с тобой. Я тоже с многими хочу дружить. Почему Ленинград? Сейчас начнется Ольга. Да, обязательно Ольгу будем смотреть, когда у нас нет телевизора. Можла просмотрела? Нет. Все, ладно. Глупые вопросы начались с Эл-сетюбрюк. Мамочка, прием. Так переживала, что у меня нет в Инстаграме, что я даже написала пост и вышла к своим фололамерам. Мммм. Ммм. Ммм. Ммм.